Продолжение следует... 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 И сформировать энергофизическое тело по плотности, такое же, как физическое тело Ну, допустим, смотрите Чтобы вытащить себя из костей, нужно бомбардировать кости плотностью материи, такой же, как кости Если мы хотим вытащить себя из крови, из венозной крови, из артериальной крови, из желчи, из других жидкостей Значит, нужно подавать материю активную, чтобы жидкости вскипели, условно говоря, и вынули нас из физического тела Это, значит, нужно из окружающего пространства, а материи там много, подавать соответствующим образом необходимую материю И ее воспламенять так, чтобы тело выпустило нас Значит, формируем энергофизическое тело Оно вначале имеет такое же строение, там две руки, две ноги, туловище Вот, но голова, как вы сами понимаете, есть далеко не у всех В целом, достаточно большая ветвь Вот, сформировали вот это тело Теперь из этого тела мы что можем сделать? Физическое тело, морфологию сложно поменять Здесь можно поменять морфологию и сделать светящееся тело Лучистое тело Собственно говоря, это то, о чем писал Циолковский В своих философских трудах Что человечество со временем должно превратиться в лучистую энергию И переселиться в другие миры и пространства Собственно говоря, для этого нужен очень высокий уровень здоровья И если мы ставим эту цель, то по ходу болезнь начинает лавинообразно вываливаться из организма Решать проблемы физические и психологические лучше не осознавая Потому что нам не хватит времени, чтобы осознать все те дырки, которые у нас Все эти энергоинформационные субстанции, магические воздействия, кармические, которые каждый человек накопил в течение жизни И то, что ему передано породу Поэтому, что нужно сделать? Нужно накапливать такую энергию, чтобы ракета стартовала, а весь баланс сваривался Уже вот на этом этапе, когда мы подаем сюда энергетические субстанции Вот, когда расщепляем одно физическое тело от второго энергофизического, болезнь начинает вываливаться Вот и все Так, хорошо, раз у нас сегодня... Давайте вопросы, более-менее понятно? Можно подробнее? Как расщепляем? Как расщепляем? Хорошо Так, у кого есть какая-нибудь легкая проблемка, чтобы я мог показать за это время? Значит, ну, какая-нибудь эмоция? Тревоги, жадности Ревности Кто здесь самая жадность? А как потом померить? Мне не жадно, яйте померю жадности По какой же холле мне является жадность? Жадность и побольше, побольше Да, и побольше Да, побольше, побольше Много жадности Да, чтобы всем пришлось Опишите, во-первых, весь спектр жадности Которые вы хотели, чтобы... А кому-то на себе Вот очень хочется, иногда жалею на себя Потратить деньги Иногда много, а иногда вот и жалко Жалко, да? Не копейки Хорошо Это не то, что я там, ну, сжимаю там все А вот на себя, на себя Хорошо Я можно добавлю еще одну Да Ничего, что вы хотите? Ну, раз, я уже сила Значит, делайте уже Значит, я думаю, что... Все, все готово Здесь есть еще один нюанс Связанный с жадностью до пищи Знаете, да? Опять все хорошо Конечно Вот, жалко, что оставить кусок не Данилова О, а как же Простите Ну, а как же, это же надоедать? Это же детство Смотрите Смотрите, все достаточно Как бы просто Надо поставить глобальную цель Ну, надеюсь, вы уже с героином, с кокаином справились Мы не начинали еще пока Мы еще с алкоголем и сигаретами справились Да, но это не все, наверное А с героином еще? Вот Значит, у нас остался Один самый глобальный наркотик Который приводит к заболеваниям Это пища Потому что все У всех, как правило, передозировка Это надо понимать Знаете, да? Это передозировка Она связана с тем Что не согласованы глобальные цели жизни С семиминутными состояниями Поэтому Если вы поставите цель Вы говорите, откуда брать энергии Что вы поставите цель Съесть как можно меньше Но так, чтобы вам хватало энергии для жизнедеятельности Уже по-другому будет складываться жизнь Первый момент Понятно? А еще же радость Удовольствие Хорошо Жадность 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 Я понимаю, что это Я и говорю, что это наркотик Пища получает человек удовольствие То же самое, если бы не было удовольствия от наркотиков, их бы не употребляли. Если бы не было от алкоголя, удовольствия бы тоже не употребляли. Какая замена? А замена будет здесь. И как только у вас будет более высокий уровень энергии, у вас не нужно вам будет пищи. Столько. Потому что как только вы съедите, у вас уровень удовольствия снизится. Но до этого надо добраться. Знание есть. А как опустить понимание? Понимание не нужно. Смотрите. Как все, я уже говорил. Здоровье – вещь заразная. Смотрите. Кто хочет стать хорошим бизнесменом? Первое, что нужно сделать – найти успешного бизнесмена и связать с ним жизнь. Рядом. Хотя бы стоять рядом. Поймите. Стоять рядом, чтобы он был наставником по тому состоянию, которое нужно достигнуть. Понятно, да? Дальше. Пойти на курсы те, кто жрать не любит. Ну, знаете, есть. Я говорю, я проводил тренинги в 30 странах мира на всех континентах. Кроме одного. Знаете, как у вас? В Австралии. Я говорю, что я был. Смотрите. Значит, что нужно сделать? Да. И на одном из тренингов в Лондоне у меня 8 тренингов я до англичан проводил. У меня есть 16 человек, 7 санциедов было. Они по несколько лет ничего не ели. Двое из них ко мне приехали в Петербург. 10 дней замкнутого пространства тренинга, 3-4 часа в день мощнейших физических нагрузок, они ничего под подушкой не жрали. Понятно, да? Об этом я ничего нового не говорил, о том, что писал Вернадский. Вернадский писал, что человечество должно перейти на автотрофное существование. Существовать не за счет пищи, а за счет энергии окружающего пространства. Энергии полно, важно ее привлечь. Теоретически. Слушай, вот это улыбка. Теоретически. Энергия образуется, послушайте внимательно. Когда говорят, вот, энергия прана, энергия цитана, жива в славянской традиции. Мы вдыхаем не энергию, мы вдыхаем материю, а энергия образуется в результате взаимодействия двух материй, одна из которых активизирована. Сейчас попробую объяснить, для особого понятного. Берем газовый баллон, газ нейтрален, там он обладает потенциальной энергией. Почему энергия не образуется? Он взаимодействует с нейтральными стенками металлическими. Мы подносим, открываем вентиль, подносим горящий огонь, активный носитель, газ начинает гореть, вырабатывает энергию. Если мы сактивизируем вот на этом этапе клетки тела, они будут гореть, митохондрия будет светить, материя будет подходить, 24 часа в сутки будет вырабатываться энергия. Понятен принцип? Значит, первый момент – это разжечь человека, разжечь его светимость. Для этого есть определенные механизмы, наиболее понятными. Четыре механизма – это принцип Бауэра. Бауэр – советский ученый ленгерского происхождения. В 1935 году он написал теоретическую биологию. У меня основа вся российская. Ну, наша культура. Четыре механизма. В 1935 году он написал работу, в 1938 году вместе с женой был успешно расстрелян. Холод, голод, лучше сухой, тренировка гипоксии, задержки дыхания на выдохе и физические нагрузки. Это уже будет вам давать энергию. Плюс активизация системы дыхания, так, чтобы легкие разожглись и светились. Значит, с каждым вдохом вы сможете подтягивать топливо и его активизировать. И тем самым всегда исцелять. Бесконтактно. Если у вас клетки легкие сактивизировали, значит, вы можете сактивизировать уже у другого человека. Понятно? Показываю. Значит, у вас все процессы идут параллельно. Я слышу. Вот, смотрите. Потренируем ясновидение. Не возражаете? Нет. Один вопрос. А солнцееды воду запустили? Они воду пьют. Воду пьют и они потребляют, единственное, они потребляют минеральные соли. У них специальный состав минеральных солей без калорийных. В виде капсулы? Какие-то у них, не знаю, горошки, там, по моему составу сделают. Так, значит, смотрите. Я сейчас покажу. А, да, систему исцелевидения, допустим. Давайте настроим. Так, мужчины представляют футбольный мяч, женщины цветок. Как хотите. Кому, кто может с открытыми, с открытыми. Кому проще закрыть, с закрытыми. 30, 20, 30 процентов не имеют образного экрана. Значит, тогда будете на ощущениях. Вот эту практику, которую я говорю. Я говорю. Вот. А теперь внимательно слушайте. Представили, да? Кто видит далеко, пододвиньте на расстояние вытянутой руки перед собой. Теперь внимательно слушайте. Я у вас у всех сейчас этот образ сотру. Вот он был здесь. Я у вас сотру и буду менять структуру, пространство, где он был. Вы его туда не впихивайте, в собственной киностудии. Будет меняться структура пространства. Я буду делать вашу часть, вашего ясновидения, вот этот многомерный экран, более, ну, более многомерным, более подготовленным для видения. Сейчас это немного займёт. Сейчас это немного займёт. Как это стирается, вы можете, кто сможет, попробуйте увидеть. Если вы глаза поставите неподвижно физически, вы сейчас увидите какую-то такую плазму, как туман. Кто-то увидит, что люди перед вами начнут растворяться, будут растворяться стену, пол, потолок. И как будто вы вот что-то сидите в другой реальности. Это не у всех сейчас получится. Потому что у кого меньше фиксации в физическом мире, тот быстрее это почувствует. Так. Теперь смотрите. Теперь попросите своё подсознание, чтобы на этот экран, где был цветок или футбольный мяч мужчин, подсознание спроецировало бы футбольными, запутался, лёгкие, чтобы вы увидели левое, лёгкое, правое, лёгкое. И подсознание должно отобразить, где у вас более светлые участки, где более тёмные. Теперь что мы делаем? Активизируем через дыхание. На вдохе попробуйте вместе с воздухом вдох сделать через нос. Вместе с воздухом, вот это светящее, то, что сейчас здесь много у нас в зале, притянуть в лёгкие на вдохе. На выдохе через тоненькую струйку во рту. Как бы разжечь, как уголёчки у костра, подуть мысленно, чтобы пошло свечение из лёгких. На вдохе подкидываем топливо. Вдох, я буду короткий делать. На выдохе активизируем. Кто может, смотрит на экране, как меняется состояние в лёгких. Кому удобно, можете глаза опустить и смотреть внутрь в лёгкие, что у вас происходит. Я дополнительно высветляю у вас лёгкие, чтобы они побыстрее-то всё произошло. Как зовут? Длина, ещё сориентируйся на эту область, там точка нет. Тоже самое, на фоне лёгких, если вы прочувствовали, что у вас какие-то участки тела... Ну, где-то есть тяжесть, где-то боль. На них сосредоточьтесь и поставьте, ну что ли, цель передо мной, перед моим подсознанием, чтобы это растворилось. У нас ещё есть какое-то время. И понаблюдайте, что будет в конце нашего занятия. И так, на вдохе подкидываем топливо, на выдохе его активизируем. Давайте я вам покажу сейчас вдох. Вы делаете так, как вам удобно. Я покажу вдох, который будет вам... Ну, что ли, ну, как-то ориентирован. Он будет достаточно длительный. Хорошо. Пошёл вдох. Долго не буду. Выдох. Смотрите. Что вы должны почувствовать? Тут как будто вот есть эта субстанция в зале, и мысленно вы её притягиваете. Вот часть её идёт в лёгкие, а часть идёт сразу же во всё тело. Притянули, сактивизировали. Притянули, сактивизировали. Это вот такой первый аспект дыхания. Кто захочет поподробнее, у меня сегодня 18.30 чисто по дыхательным практикам. Там ещё больше будет практик. И завтра, с 18.00 до 20.00, так сложилось, что я ещё на один день остаюсь. Тоже будет практика, но уже в центре у Дмитрия. Так, теперь, пожалуйста, кто может не выходим из состояния, давайте обратную связь, чтобы вы почувствовали, чтобы я прокомментировал. У меня образа нет, где-то затепло будет. Понятно, я бы сказал, что образная сфера есть не у всех. Слёзы потекли. Всего-то. Всего-то, да. И был момент, когда почувствовал обруч, прямо явно, вот обручно говорит. Прямо как спас. Понятно. Хорошо. Кто видел лёгкие? И как они меняются? Видели, да? Как угодно. Тут два момента я уже сказал. Можно перед собой, можно кому-то проще затянуть, перевернуть глаза. На ощущениях мы видим, что у него проще изнутри развить. Так, смотрите, это один из способов обмора и дать. Дальше, куда мы ведём? На подготовке по бесконтактному целительству. Вот это тело, лучистое. Вы сами бы должны понимать, что у него другое время жизни. Понимаете, да? Вопрос только помимо того, чтобы его сформировать, туда надо перекинуть сознание. Вначале сознание перекидывается в это тело, потом в это. И оно уже не зависит от этой физической реальности. Дальше, в процессе подготовки целителей можно вот это тело тиражировать, сделать из него несколько двойников. Эти двойники могут перемещаться в пространстве и уже работать с другими людьми на расстоянии. Вот с этим телом, уже с частью, с этим даже, можно работать в визуальном контакте. С этим можно на расстоянии. С группами людей на расстоянии можно работать уже с астральными двойниками. Это эфирные двойники, это астральные двойники. Там их может быть до нескольких десятков, даже сотен. Всё зависит от внутренней мощности. Мощность накапливается здесь. Четыре механизма. Холод, голод, физические гипоксия, физические нагрузки. Дальше. Активизация системы питания. И активизация системы питания. Так, чтобы... Ну, принципы пищи. Тут просто много написано всё. В двух словах сказать, да? Значит, вам надо разжечь, в итоге будет, систему пищеварения. От ротовой полоски до армуса, чтобы она была светящейся внутренней. Тогда вы увеличите коэффициент полезного действия от усвоения пищи. Дальше. Жидкое отделяете от твёрдого. Вначале пьёте, когда едите, не пьёте. Понятно? Качественные продукты, по возможности, которые можете найти. Какие качественные продукты? Которые не прошли. Обработка на заводах. Убираем сладкое, мучное, молочное, кетчупы, газировку и так далее. Хлеб и так далее. Забываем. Там нет энергии. Берёте то, что есть в вашем сезоне. И всё очень просто. На один укус 70 жевков. Макароны можно? Нет. Можно всё. Вопрос, какой будет эффект. На перечные продукты. У вас есть этот перечный на сайте? Да нет, есть. Потом. Вот. Понятно. Два-три укуса, вы уже сыты. Вопрос здесь. Убираем передозировку. В принципе, понятно. Дальше. Это всё на подготовке по бесконтакту лицензии. Есть курсы, которые профессиональный человек готовится. И его подготовка, его профессия с гослицензией, государственного образца не зависит ни от пенсионного возраста, ни от того места, где вы живёте. Понимаете, что я предлагаю? Всё отработано. На протяжении десятилетий. Всё из нашей культуры. Я ничего не беру с этого с Востока. Хотя я был в Индии, был в Китае, был в Индии. Я тут недавно узнал, что в Китае цигун запрещён. Почему? А это их спросите, почему. Точно так же, как у нас биоэнергетика. Вы не дадите рекламу ни на ВКонтакте, нигде. На Яндекс.Директе не дадите. Точно так же, как вы не получите квайлинг, если у вас будет в вашем перечне деятельности что-ли подсудить. Вам банки не дадут завести деньги на счёт. Только на ВКонтакте. Ладно. Понятно. Смотрите, теперь, чтобы вот сюда подавать энергию, попробуйте сейчас расслабиться. Не у всех опять получится. Я сейчас вот на физическое тело, на многие слои создам здесь условия, чтобы притянутся вот эти энергии, а их спектр очень большой. На кости нужен один спектр, на трансформацию жидкости другой спектр. Вот. И попробуйте прочувствовать, через какой-то промежуток времени хотя бы какой-то участок тела у вас может начать растворяться. О чём это говорит? Что вы теряете вот эту форму в ощущениях физического и начинает что-то происходить уже в этом теле. Заодно я вот так-нибудь трое суток. Вот, на сожалению, голова такая. Пока слушаю. Так. Тут, смотрите, два момента. У кого-то проявится, может быть, тяжесть или боль, который говорит, что фиксация одного физического к другому более сильная. Все болезни это более сильная фиксация одного физического к другому. Всё. Мы расфиксируем клетки, органы и болезни просто вываливаются. Так, кто почувствовал, что что-то у него происходит, хотя бы чуть-чуть поднимите руку. Вот. Если тяжесть в голове и одна нога не растворяется, что это? Ну, значит, крайняя задняя, одна, зафиксирована более сильно. Там есть более плотные субстанции, которым нужно время, чтобы они растворились. Тогда голова и нога собрались. Вот. Мы... Основное я вам сейчас сказал. Процесс идёт. То есть, что я вам предлагаю. Кому это интересно. Кому вот совсем что-то вот нужно подправить. Возможно, завтра у меня будет время где-то до 18 часов. когда я буду делать уже тренинг по дыханию. Подойдёте, что-то подумаем, как вам подправить. Первый момент. Кому интересна подготовка профессиональная, подавайте заявку через собеседование со мной. Подготовку можете начать хоть завтра. У меня подготовка двух направлений. Первое – это физическое здоровье. Второе – для психологов, психотерапевтов. Ну и, надеюсь, кто-нибудь из психиатров тоже захочет, чтобы мозги как-то ставить на место. Подготовка завтра тоже будет вебинар. Я вот отсюда буду проводить по бесконтактному... То есть, по переподготовке для психологов. Получение новой профессии в этом моём направлении. Энерго-активистовое. Время несколько минут есть. Любые вопросы, информацию, кто хочет, снимайте с какой-то. А можно вопрос? Две минуты мне дам. Говорят, что целитель может себе навредить, помогая другим. Может, поэтому у меня трехмодульная подготовка. Месяц в онлайне, дальше неделя ко мне вживую, и так три модуля. Очень много внимания уделяем этическим принципам и методам энергетической защиты. Очень много. Почему? Потому что целитель, когда он должен работать с клиентами, он должен заниматься собой вначале. Клиенту так хватит. Правильно говорить. Ещё вопрос. Питаться вегетариански нужно? Не обязательно. Понимаете, мы в другой культуре живём. Вы чукчей посадите на вегетарианство. Посмотрите, что с ними будет. Откуда Чингисхан знал вот эти нюансы, что чтобы поддержать здоровье молодых девочек спать рядом? Знаете что? Вот есть у нас одно сообщество долгожителей, я вам вчера говорил. Оно живёт в Якутии, на севере. Они оленеводы. Якутия и север Иркутской области. У них средняя продолжительность жизни 120-140 лет. Они молгалоидного типа. Ко мне пришёл посвящённый в этой племени, в офис ко мне в Санкт-Петербург. Старейшими было 125 лет. За ним три обоза книг тянулось. Он знал их 8 языков. У них другая совсем культура жизни, культура понимания. И они говорили, механизм старения человека запускается, когда материя клеток лёгких перестаёт вырабатывать энергетическую субстанцию определённого качества. Я вам попытался это уже запустить и показать, в какую сторону двигать сразу же. Дальше. Если вы почувствовали хотя бы один раз, что вы притягиваете не только воздух на эту материю, это можно тиражировать. Понимаете, да? Мы дышим по много раз в день. Измените алгоритм, получите другой уровень здоровья. Кто хочет поглубже, в 18.30 здесь и завтра в 18.00 в тренингом-центре Дмитрия. Аудитории вот в этом? Я не знаю, где мне дадут сегодня. Ещё есть вопросы? Последний. Сколько вам летит, когда вы ещё начали заниматься? Ну, как вы там пришли? Я говорю, я уже в пионерском возрасте, мне 68, начал в 28. Можно один вопрос? Я, когда закрываю глаза за экран, у меня всё время на меня смотрит глаз. Вот передать? Да. Это наблюдатели из другого мира. Да. Очень часто. Другого мира. Глаз. И как на это правильно реагировать? А это не большая? Ну, как это. Ну, живут они рядом, живут. Представляете, наивно думать, что... Смотрите, вот у нас материя, которая... Физическая реальность 5% материи. Наивно думать, что в другой материи 95% нет других форм жизни. Ну, только наивняк не думаю. Ну, живут они там, здесь сущности живут, другие цивилизации сюда проецируются. НЛО здесь. НЛО никто не видел? Нет. Видит, а видел? Ну, видел. Ну, я проводил в центре НЛО российском. Знаете где? Пермский треугольник. Малёкка. Там памятник инвукламентянина стоит. Мы ночью смотрели, там, но тайго там... Не так, да. Спасибо. Вам извините.